Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет. Извини, что опоздала. Ничего. Главное, ты пришла. Спасибо. Подумай только. Мы два молодых, любящих друг друга человека, встречаемся как шпионы. Нам нужно немножко подождать. Через месяц мне исполнится восемнадцать. Когда я стану совершеннолетней, мне не нужно будет отчитываться перед родителем. Думаешь, наши мамы смирятся и оставят нас в покое? А мы не оставим им выбора. Мы же любим друг друга, правда? Да? Нужно месяц подождать. А если за этот месяц нас опять застукают вдвоем? Ну, тогда моя мама может запросто нанять вооруженную. С приказом стрелять на поражение? Ну, смех смехом. А после того, как она приставила ко мне этого амбала, от нее можно ожидать чего угодно. Знаешь, что я думаю? Может, нам попробовать не видеться до моего совершеннолетия? Целый месяц? Ну, это всего лишь месяц. Ну, сам подумай. Зачем заставлять их нервничать? Ну, да-да, тем временем. Хотя, да. Наверное, я права. Нашим мамам нужно успокоиться. Идем. А я считаю, что Семен прав. Нужно оставить Андрея и Катю в покое. Катя Андрею не подходит. Наташа, ну, они любят друг друга. Я надеюсь, у Андрея это пройдет. Полюбит друга и забудет Катю. Понятно. А я думала, ты заботишься о счастье сына. Именно. И именно поэтому я не хочу, чтобы он связывался с этой семьей. Не знаю. Мне кажется, что ты прежде всего думаешь о себе. Ты просто не можешь забыть старые обиды. Я не хочу, чтобы моего сына унижали. Но ты не права, Наташа. Я не хочешь этого осознать. Хватит! Оставь меня в покое. В конце концов, это мой сын, а не твой. Да. Спасибо. Я помню. Кто угодно, только не Катя. Ритуля. Рит. Что случилось? Ничего, все в порядке. Ну, а что ты тогда платишь? Да не волнуйся. Да не волнуйся. Так просто. Поплакать захотелось. У тебя так просто не бывает. В чем дело? Ну, мы знаем друг друга уже много лет. Никогда не обманывали. Ну, рассказывай. Я пыталась переубедить Наташу. Пыталась объяснить, что Андрей любит Катю и не надо вмешиваться в их отношения. А она сказала, что это не мой сын, да? Я и так об этом знаю. Зачем я напоминаю? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, моя маленькая. Поспокойся. Поспокойся. Не переживай, малыш. Дурочка ты моя. У нас теперь будут свои дети. Почему? Я был у врача. Он сказал, что я теперь могу иметь детей. Рома. Тихо. 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 Мам, малыш. Не переживай. Понимаешь, Анюта, ну не нравится мне, как Наташа дела ведет. Нельзя быть такой доверчивой. Господи, как же не хватает Максима, а? Он ничего не поделаешь, не вернется Максим. Да? Да. Настя твердо решила выйти за него замуж и вместе с ним открыть клинику эстетической хирургии. Да ты что? Да? Ты хотя бы понимаешь, что это значит? Что? Этого нельзя допустить. Почему? Потому что Максим становится прямым конкурентом для Наташи. И что? А там, гляди, и всю клиентуру переманит. Подожди. Максим. Максим. Максим не может. Скорее всего, это может сделать Настя. ДождьAM. ЗВОНОК Рит, можно? Заходи. Заходи. Рит, ты меня прости, я не хотела тебя обидеть. У меня в последнее время нервы на каждом шагу задают, сама не знаю, что говорю. Да ладно, я не обижаюсь. Андрей, твой сын, ты волнуешься за его судьбу, и мне действительно не стало было вмешиваться. Рит, ты мой самый лучший друг. Да ты мой. Так, Наташа, ты меня извини, что я тебя, конечно, отвлекаю все такое, но у меня для тебя очень важная информация. Что случилось? Что случилось? Похоже, Максим теперь будет твоим конкурентом. В каком смысле? Да в прямом смысле. Он и его невеста собираются открыть свою клинику пластической хирургии. Какая? Какая невеста? Наташа, я же тебе рассказывала, Настя. Все знают, что она собирается выйти за него замуж. Все, все, все знают. А я не знала. Доброе утро, дорогой. Ты будешь кофе? Нет. Я знаю, у тебя сегодня нет ночного дежурства, так что я вечером жду тебя дома с нетерпением. И еще учти, то, что я вчера говорила, это правда. Имей в виду, я предупредил. Ир, ко мне сегодня Саша придет? О, совет вам на любовь. Да я не об этом. Просто кажется, что вам рано еще сталкиваться. Да без проблем. Останусь на работе. Обновлю свою коморку у папы Карла. Это ты так свою комнату в ресторане называешь? Остроумно. Как у вас, Саша? Все серьезно. Да. А Лариса знает? Пока нет, но думаю, что догадывается. Она же не дура. Да, не дура это точно. А вот стерва еще та. А знала бы ты, что она там с дочерью творит. А соцвету сживает. Да, я слышала, Саша мне рассказывал. Ужас. Не связывайся с ними. Это ни перед чем не остановится. Понялся с ней. О вот участок захотичizza. Где, сд äh на автомобиль? И выстрелитесь с Наша... Иemeю. .... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Максим. Нам нужно встретиться, поговорить. Да, хорошо, договорились. Максим Леонидович, это Наташа вам звонила? Да, хочет, чтобы мы встретились. Ой, вы идите к ней, а? Может, она извиниться хочет перед вами. Если это так, сделайте ей на встречу шаг с Аней первой. Может, помиритесь? Да, хорошо, спасибо. Ну, увы, оперативного вмешательства избежать не удастся. Как же ж так? Я был уверен, что операция мне не нужна. Мне только гипс наложить-то. У вас осложненный перелом ключицы. Нет, рука будет работать при любом сращении. А кто меня оперировать-то будет? Нечаев Максим Леонидович. Нечаев? Он вернулся в больницу? Как мне повезло. Вы знакомы? Да. Я слышал, он пластической хирургией сейчас занимается. Да, это правда. В больницу он вернулся только на время. Он стольким людям помог. Он просто гений. Да, Нечаев действительно уникум. Именно поэтому мы с ним планируем открыть клинику пластической хирургии. А я так понял, это будет частная клиника без государственных дотаций? Да, совершенно верно. Ваши затраты окупятся очень быстро. Не сомневайтесь. Я сам занимаюсь бизнесом и знаю, что выгодно, что нет. Поверьте, вы очень скоро начнете получать прибыль. А я знаю, что я говорю. У меня к вам есть деловое предложение. Лариса, ты великолепна. В этом платье чудо. Цвет, фасон, все тебе к лицу. Новое? Да, новое. И, кстати, очень дорогое. У меня в последнее время какая-то страсть к дорогим вещам. Ты, наверное, идешь на какое-то торжество? Нет. Хотя мне есть что праздновать. И что же? Вы знаете, Елена Сергеевна, я в последнее время ощущаю какую-то легкость. Какой-то душевный подъем. Я бы сказала, вдохновение. Одним словом, мой муж объелся груш. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. И не надо ничего комментировать, не надо меня утешать. Горевать я по этому поводу не собираюсь. Даже наоборот. Так что, адью, Елена Сергеевна. Здравствуйте, Максим Леонидович. Приветствую, Степан. Рад, что вы вернулись. Спасибо. Здравствуйте, Максим Леонидович. Здравствуйте, Мальчик. Какое счастье, что вы вернулись. Счастье – это когда пациенты идут на поправку. Доброго дня. Здравствуйте, девушки. Бог мой, какие люди, Максим Леонидович. Нет, ну прямо возвращение короля из изгнания. Ну прямо-таки короля. Здравствуйте, Максим Леонидович. Вы правда решили вернуться? Пока не знаю. Вот Наташа звонила, просила заехать. Она у себя? Да-да, у себя только... Давайте я ей скажу, что вы пришли, хорошо? Наташа, можно? Максим Леонидович, вы не поверите, но некоторые благодарные пациенты до сих пор вас разыскивают, чтобы лично подарки вручить. Ну чего ты? А ну успокойся. Не исключено, что это все фантазия этой Анастасии. Держи себя в руках. Хорошо, Виктория, я разберусь. Пусть заходит. Нет, подождите. Что так? Как я выгляжу? Наташа, ты богиня. Да? Да. Зовите. Ритулечка, спасибо огромное. Вкусно? Очень. Кушай на здоровье. Спасибо. Как ты думаешь, они померятся? Кто? Мама с Максимом? Угу. Не знаю. Максиму будет непросто ее простить. После стольких лет дружбы она такого ему наговорила. И что? Непросто. Твоей маме тем более непросто. Он тоже хороший. Как дела? Как Анастасия? Спасибо. Нормально. То есть у вас все хорошо? Да, вполне. Какие планы? Это о чем? О нашей свадьбе? Если да, то планируем осенью. А что вы еще планируете? Не поделишься? Если ты о ребенке, то планировать с этим сложно. Но в целом я готов. Я о вашем бизнесе с Анастасией. Ах, вот на что. А по какому праву ты устраиваешь мне этот допрос? Вы решили открыть клинику пластической хирургии? Тебя только это интересует. А не должно? Я-то думал, ты вспомнила. Что мы когда-то друзьями были. Опять ошибся? Так вот. Тебя это не касается. Когда вы планируете открыть клинику? В ближайшее время. Пока я не знаю. Значит, это правда. Я поняла. Ты все заранее спланировала. Знаешь что? Ты предатель. Выбирай по выражению. Водички поднешь. Ты не просто предатель. Ты еще и подлец. Да как ты мог? Ты же за моей спиной. Что она несет? Что она несет? Что ты молчишь? Ах, да. Я забыла. Ты же у нас человек дела, а не слово. Да. Тогда давай. Вперед. Иди и делай. Бери и делай. Что? Ну все. Мне пора. Как ты уходишь? Да. Подожди, ты же меня поцеловал. А это ничего не меняет. В смысле? Максим, мы не договорили. До свидания. До свидания. Максим! Ты сказал, что это для тебя ничего не меняет, да? Да. Раз это для тебя ничего не меняет, значит, ты самый подлый человек на свете. Ты это понимаешь? Если тебе нравится меня оскорблять тебе от этого легче, пожалуйста, делай ты столько, сколько тебе угодно. Я не могу поверить, что ты так изменился. Темпора, мутатур, ипнос, мутамор и тылис. Времена меняются, и мы вместе с ними. Браво, коллега. Вы отлично запомнили латынь. Так вот, ты изменилась. Ты далеко не та девушка, которую я когда-то полюбил. Это упрек? Нет. Просто ты переросла меня, мне же с тобой не угнаться. Подожди, я же не прошу тебя со мной угнаться. Наташа, а меня никогда не устраивало быть мальчиком на побегушках. И никогда не устроишь. Что ты несешь? Ты никогда не был мальчиком на побегушках. Хорошо, подожди, 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 подожди. Скажи, что конкретно тебя не устраивает во мне? Все. Таня, так не бывает. Бывает. Потому что мне непонятен ни твой образ мысли, ни твой образ жизни. Ничего не понятно. Да подожди, Максим. Не так уж я сильно изменилась. Это что? Я всегда хотела чего-то добиться в жизни. И раньше тебя устраивало все. И ты мне во всем помогал. Раньше ты считала меня своим другом. А теперь я для тебя либо конкурент, либо партнер по бизнесу. А третьего не дано. Знаешь что, Наташа? Может, тебе лучше выйти замуж за Артура или за Тимофеева? Они-то тебя понимают. Да не хочу я за них замуж. Максим, подожди, останься. Ты даже не представляешь, как ты неправ. Вместе мы могли бы... Не могли бы. Я ждал тебя 20 лет. Все, хватит. Я понял, это была ошибка. Теперь я начинаю свою собственную личную жизнь. И я буду с Настей. Один вопрос. Один вопрос. Настя ведь тоже собирается открыть клинику и работать там вместе с тобой. Почему тебя это не отталкивает? Да потому что Настя любит меня, а не свои амбиции и карьеру. А вот и блинчики на десерт. Так. Снимай пробу. Спасибо. Всем привет. Все хорошо. Да, вот Ритуля блинчики приготовила. С яблочком. Будешь? Нет, спасибо. Рит, а где мои спортивные штаны? Чего, спортом собралась заниматься? Да. Чего, прямо сейчас? Да, Рит, пожалуйста, дай мне мои спортивные штаны. Хорошо, хорошо. Спасибо. Сейчас принесу. Собралась на пробежку с Тимофеевым? Нет, одна. Мне надо с мыслями собраться. Скажи, а с Максимом ты помирилась? А это в его планы не входило. У него теперь новые, другие, более интересные планы. Какие? Неважно. Впредь попрошу его имени при мне не произносить. Наташа, Наташенька, погодите. Я был у вас дома, но мне сказали, что вы на пробежке. Да остановитесь. Я хочу вам сказать кое-что. Нет, остановиться не могу, но я вас слышу. Да, вы оригинальная женщина. Ну, так. Вот. Я люблю вас. И предлагаю стать моей женой. А я вас не люблю и замуж за вас не пойду. Убежала. Ну, недалеко. Так, ну вот оно. Помещение для нашей клиники. Очень удобное месторасположение и доступная аренда. Ну, как тебе? Нравится? Да, мне кажется, это как раз то, что нам нужно. Смотри. Вот там можно повесить вывеску. Клиника доктора Нечаева. Сделаем ремонт и обязательно пригласим телевидение. Представляешь, какая будет реклама? Да уж, представляю. А вот здесь мы поставим тумбы с цветами. Нет, лучше с лекарственными травами. Ты не против? Я не против. Делай, как ты считаешь, с нужным. Ну, тогда пойдем дальше. Я покажу тебе кабинет. Заживем, Максим? Да уж. Так, Максим, а вот тут можем сделать твой кабинет. Ну, или здесь. Да, в общем, неважно где, главное сделать хороший ремонт. Потому что хороший кабинет главного врача – это визитная карточка клиники. Да, а мне всегда казалось, что визитная карточка клиники – это профессионализм персонала. Ой, да что ты! Сейчас пациенты считают, что если у врача скромный кабинет, то он плохо зарабатывает. А если он плохо зарабатывает, значит, у него мало пациентов. А если у него мало пациентов, значит, он плохой врач. Да, ну. Да, но ты не волнуйся. Персонал мы наймем самый квалифицированный. И оборудование тоже закупим по последнему слову техники. Самое современное. Ты извини, конечно, мне кажется, ты как-то оптимистично настроена. Боюсь, у нас на все это денег не хватит. Хватит. А у меня есть идеи по поводу финансирования. Максим, ты не рад? Нет, что-то я рад. А у меня такое ощущение, что тебе вообще безразлично все, что связано с этой клиникой. Да нет, Настенька, тебе... Я так стараюсь, а ты меня вообще почти не слушаешь. Тебе просто кажется. Нет, Максим, мне не кажется. Ты постоянно где-то далеко, постоянно о чем-то думаешь в другом. Настенька, ну правда, мне очень интересно все, что ты рассказываешь. И я благодарен тебя за все, что ты делаешь. Правда? Правда-правда. Ну, конечно. Ну, конечно. Знаешь, в этом доме я рядом с тобой чувствую себя как-то по-особенному. Я тоже. Неужели это когда-нибудь закончится? Я так не хочу тебя снова потерять. Ну, что за мрачная мысль? Ну, ты же видишь, я с тобой. И я всегда буду с тобой, если ты этого хочешь. Богдан, Лариса узнала о том, что мы с тобой встречаемся. Она угрожает, что снова отправит тебя в тюрьму. Я боюсь за тебя, понимаешь? Боюсь. Но и не видеть с тобой я не могу. Что так и сказала? Пусть только попробует, сама сядет. Саша, ну, я не дам разрушить наше счастье. Я буду защищаться. Ну, посмотри на меня. Ну, за что меня можно возвратить в тюрьму? М? Да, не за что, конечно. Ну, вот не бойся. Ладно, хватит. Мы с тобой всегда будем вместе, да? Давай есть блины, пить молоко. Давай. Положить? Давай. Ты очень красивая. Скажи, а ты мужа любишь? А как ты думаешь? Не знаю. А если бы я его любила, меня бы, наверное, здесь не было. Почему тогда ты с ним живешь? Удобно? Мне нравится, на откровенность. Просто мне нечего терять. Все, что я могла, я уже потеряла. Что ты потеряла? Что ты нашла? Иди ко мне. Так, а это что такое? Что происходит, Мария Алексеевна? Вешаю рисунки внука. Так уютней. Я вижу, что вы вешаете рисунки внука, но я вас еще с утра выписал. Гипс вам сняли, да ваша нога в полном порядке. Вы абсолютно здоровы. Езжайте домой к внукам. Не надо. Александр Владимирович, миленький, ну не прогоняйте меня, пожалуйста. Скажите, вам что, нравится лежать в больнице? Да, да. Дома у меня совершенно нет времени на себя. Не поразмышлять не могу спокойно, не почитать. О личной жизни я вообще молчу. Все на мне. Уборка, готовка, стирка. Невестка всегда занята, она карьеру делает. Ну а здесь вы вроде как в санатории. Точно. Точно. Ну а скажите, а личную жизнь вы с кем налаживаете? С медперсоналом или пациентами? Ну что вы. У меня давно имеется постоянный поклонник. Такой же пенсионер, как я. Но встречаться мы можем только на скамейке возле дома. Дети против наших отношений. Ну а здесь и внуки не мешают, и поклонник заглядывает. Да. Вы знаете, как я вам завидую. Вы такой счастливый человек. Вы работаете в таком месте. Вот у вас всегда есть возможность отстраниться от семьи, от хлопот. И все под благовидным предлогом. Это же прекрасно. Так, Мария Алексеевна, вы меня уговорили. Разрешаю догулять только сегодняшний вечер. Но завтра на выписку. Да, договорились? Мне больных некуда класть, вы понимаете? Спасибо. Спасибо. Да. Николай Александрович, можно? Александр Владимирович, а что случилось? Вы решили тут поселиться? Ничего. Просто какие-то сложности в семье. Хочется меньше бывать дома. Вот и все. Саша, у меня ни семьи, ни сложностей. Я тоже меньше хочу бывать дома. Именно, кстати, вот по этой причине. Николай Александрович, ты не сравнивай. Твои проблемы решить просто. Возьми и женись. Жениться? Саша, на ком? Говорят же, что тебе нравится Наташа Пондарчук. Саня, Саша, Саша, Наташа Инталия Ивановна, она многим нравится. Ты знаешь, я слышал, за ней даже один миллионер ухаживает. Артур Романов жениться хочет. Ну и что? Если двум мужчинам нравится одна женщина, выбор за женщиной. А твое дело действовать. Действуй. А знаешь что, Саня? Я подпишу. Не буду тебе отговаривать, но хочешь себя истязать ночными дежурствами, пожалуйста, истязай. Надеюсь, что скоро ты избавишься от этой дурацкой затеи. Время покажет. Пожалуйста, идите работайте. Сдал. Молодец. Да подфартило просто. Попался билет, который я учил. Да. Мне так не подфартит. Учил плохо? В голову ничего не лезет. Постоянно думаю о Кате. Да брось. Ты в административном праве дока. Ответишь на любой вопрос. Надеюсь. Вот, встам экзамен, получу диплом, мама обрадуется и все наладится. Ты Катю давно видел? Давно. Мы решили пока не встречаться. Это единственный правильный выход. Иначе наши родители нас в покое не оставят. Попрошу следующую группу в аудиторию. Ни пуха, ни пека. К черту. Я подожду. Окей. Держи шпарогалку. Приготовлю тебе и себе. Спасибо, не надо. Я как-нибудь сама справлюсь. Ты все еще дуешься на меня из-за Андрея? Глупо. Сколько у тебя будет еще этих парней? Не стоит из-за них рвать с лучшей подругой. Ивана, дело не в парнях. Дело в том, что моя бывшая лучшая подруга меня предала. Ну и катись к черту, занудая несчастная. Иван, вот врача тебе привезла. А я разве просил? Да ну хватит упрямиться. Я в райцентр специально ездила. Доктор вон занят был. Я его уговорила. Спасибо вам большое. Зря ты отрываешь уважаемого доктора от дела. У меня обыкновенная простуда. Ну? Почему весь этот переполох? Не похоже это на обычную простуду. Знаете, самый распространенный диагноз это ставить диагнозы себе самому. Вот-вот. Мне совсем не нравится ваш кашель, так что давайте я вас осмотрю. Ну что? Так и будем здесь стоять. Или ты нас в дом впустишь? Ладно, проходите, раз вы уже здесь. Проходите, пожалуйста. Как давно у вас эти приступы кашля? Я не помню. Анализы когда последний раз сдавали? Перед армией в военкомате. А зноб, потливость есть? Слушайте, что за вопросы такие? Зимой мерзну, летом потею. Это что, неправильно? От этого умирают? Если вы не хотите отвечать на мои вопросы, то тогда я не смогу поставить вам диагноз. А это, между прочим, бронхит или воспаление легких. Два часа времени на вас потерял. Можете не провожать. Ну что, что вытворяешь-то, Иван Степанович? Что я вытворяешь? И человека зря потревожили. Ты нас обоих зря потревожила. Мне на ферме нужно быть. Дел не в проворот. А ты здесь лазрет устроила. Да ну тебя совсем, честное слово. Ну ладно, ладно. Не обижайся, Кристина. Спасибо за заботу. Но врач мне действительно ни к чему. Пойду проведу все-таки. Молодец. Занимаешься? Да. Валентина Степановна сказала, что ты пятерку получила на экзамене. Да вопрос просто легкий попался. Ну не скромничай. Ты позанималась, и оценка вполне заслуженная. Продолжай в том же духе. Да я, как видишь, продолжаю. Согласись, в этом есть и моя заслуга. Конечно, мам. Понимаешь, Катюша, родителям иногда нужно быть жесткими, даже применять силу, но ты еще будешь мне благодарна. И в случае с Андреем так оно и будет. Давай мы больше не будем о нем говорить, хорошо? Ну я надеюсь, ты поняла, что он тебе не подходит? Да, мам. И впредь ты будешь выбирать знакомых более осмотрительно? Да, мам. Хватит все время повторять «да, мама». Да, мама. А почему Ивановна к нам не заходит? Я очень много занимаюсь сейчас, и не могу тратить время на болтовню с ней. Молодец. Я верну тебе мобильный телефон и компьютер. Но ты же понимаешь, что проверить звонки для меня не проблема? Как все прошло? Сдал. Ну отлично. Ну вот видишь, я же говорил. Слушай, а чего физиономия такая кислая? Давай пойдем отметим конец мучений. Только дождемся Люсю, я с ней здесь договорился встретиться. Идите без меня, у меня нет настроения, правда. Ты что, заболел? Да, заболел. Диагноз «разлука с любимой» – стадия обострения. Не везет к любви, зато на сессии одни пятерки. Слушай, ну ты хочешь все и сразу. Как сдали, мальчики. У кого это одни пятерки, а? Спасибо. Ой, давай счастливчик, а я на истории срезался. Ну знаешь, Андрюш, ну ты прям и красавчик, и спортсмен, и отличник. Ну все, вот по-любому все девочки на курсе за тобой бегают. Ну ему нужна только одна, ему нужно очень срочно ее увидеть. Ну так а в чем проблема? Она что, не хочет? Нет, она под домашним арестом. Слушай, смотреть на него не могу, у меня сердце кровью оплевается. Мы должны ему помочь. Так давай я ей позвоню. Дом Ворошиловых, я вас слушаю. А Катя дома? Катю? Сейчас, одну секундочку, позову. Да, пожалуйста. Подождите, подождите. Это Катя? Да. А кто спрашивает? Какая-то девочка, говорит, из института. Добрый день, это мама Катя. А это кто? Да, здравствуйте. Это Иванова, одногруппница. Лена Иванова, да. Я знаю всех однокурсниц моей дочери. И среди них нет ни одной с оригинальной фамилией Иванова. Так что передайте тому, кто вас подослал, что эти шуточки у него не пройдут. И не звоните сюда больше никогда. Ничего не вышло. Это действительно какой-то экстремизм. Ее мама устроила мне настоящий допрос. Я же говорил, ничего не получится. Так давайте еще раз попробуем. Бесполезно. Но все равно нужно что-то с этим делать. Ну как хорошо, что ты ко мне зашел. А я только что из кондитерской свеженькие кушай. Спасибо. Так. Рассказывай, не молчи. Как экзамены, все нормально? Да, все хорошо. Ага, хорошо. Глаза грустные. Ну-ка выкладывай мне все. Понимаете, я соскучился по своей девушке, но не могу ее увидеть. Катю. Ой, надо что-то придумать, чтобы вы как-то с ней встретились. Тайна. Мы сами решили месяц с ней встречаться до Катиного совершеннолетия. Правильно. Так будет спокойнее нашей мамы. Но это мне даже по телефону с ней поговорить не дают. А это ничего. Лариса же не может находиться круглосуточно при Кате. А это значит, что ты обязательно сможешь с ней связаться. А пока ешь сладенькая. Спасибо. А у нас хорошие новости. Андрей сдал сессию на отличный. Теперь красный диплом у него почти в кармане. Вот молодец, а. А вот я в нем и не сомневалась. А подарок уже доставили? Да. И Андрей звонил. Сказал, что скоро будет дома. Надеюсь, ему очень понравится. Цыпа, цыпа, цыпа. 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 Чего ты тут стоишь? Твой отец больной на ферму пошел? А тебе хоть бы хны. Стоит, а семечки щелкаешь. Ну сделай в конце концов что-нибудь. Мужик ты или нет? Маш, отстань. Человек не хочет лечиться. Что мне? Силы его заставлять? Ну захотел бы, заставил. Мог бы дела на ферме на себя взять. Мог бы. Так он же думает, что земля с орбиты сойдет, если он там день не появится. А я, между прочим, тут не просто так стою. Я кур кормлю. Да. Что ты за человек? Цыпа, 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 цыпа. Курица. Смотрите, кто к нам пришел. Он наш отличник. Поздравляю, сынок. Спасибо, мам. Спасибо, Ритуля. А чей автомобиль у нас во дворе? Твой. В честь отличной сданной сессии. Ты шутишь? Ну конечно, я шучу. Да ну твой, поздравляю. Мама. Поздравляю, сынечка. Спасибо, но мне кажется, я не заслуживаю такого подарка. Прекрати все мои подарки, ты заслужила. А этот за то, что ты отличный студент. Спасибо вам. Не пойду я замуж ни за кого, ни за Артура, ни за кого не пойду. Мне никто не нужен. Только вы, моя самая любимая, Рома, Риточка, сыночка. Ты самая лучшая мама на свете. Так, ну что мы здесь стоим? Давай, иди, переводи себя в порядок. И на кухню, бегом, бегом, бегом. Так, пошли. Я, по-моему, туда все положила. Только единственное, что надо... Хорошая, хорошая. Давай, 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 Сережа, давай, давай. О! Молодец, стоп. Ну что, корма все проверили? Проверили каждый мешок, Степанович. Высший сорт. Молодцы. Все с тобой, Степанович, заболел? Зачем тогда тяжести таскаешь? Брось. Сами управимся. Мне сегодня гораздо лучше. Эх, убивай. Иван Степанович, можете идти домой. Я сказала Петровичу, он будет вас осматривать. Маш, Петрович ветеринар. Я что, скажи, похож на быка или хряка? Людей он тоже лечит. Особенно те, которые ничего о своих болячках рассказывать не хотят. А если не захотите показаться ветеринару, я позвоню Наташ. Так, нечего дочку по пустякам беспокоить. Ладно, давай, пойду к Петровичу. Вот и прекрасно. Ребятки, работаем, работаем. 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 Мамуль, я хочу прогуляться, можно? Можно. Сейчас позову охранника. А, нет, не надо. Я передумала. От чего же? Ну, не очень хочется гулять в сопровождении чужого человека. Как знаешь. Тогда сиди дома. Тем более, пора обедать. Я не голодна. Я слушаю. Алло. Алло. Наверное, этот болван Андрей звонил. Не называй его так. Я и так с ним не вижусь. Тебе этого мало? Мало. Я хочу, чтобы ты забыла о нем навсегда. Может, мне лоботомию сделать? Не могу я забыть все вот так в один момент. Стой, я не договорила. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Я знаю. Ты ждешь, когда тебе исполнится 18, чтобы не зависеть от меня. А сейчас решила играть паиньку, чтобы усыпить мою бдительность. Да? Но предупреждаю, я никогда, ты слышишь, никогда не позволю вам быть вместе. Тебе я ничего не сделаю, а его я убью. Ты сама себя слышишь? Ты что такое говоришь? Я убью его, даже если мне придется сесть в тюрьму. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok